Винсент Килпастер Школа стукачей Глава 12 У ветерана системы Булки своя теория. Смелая, но имеющая право на жизнь. Он считает, что раз всё разыгралось в дядину смену и что главное требование убрать замнача Туичи Имомова, то это очень на руку только одному человеку, худому. Так и получается, что это его рук дело. Дядина революция, прибытие бурята, заточки, глотание гвоздей, падение проимомовского положенца, наконец, требование убрать самого Туичишку, всё как-то происходит под дядиным контролем и в его же пользу. Ну, посудите теперь сами, как он вообще скрытого на усиленный заехал. Почему он гвоздь именно в Косымову смену сожрал? Соскочил технично из карантина в санчасть. Глотал ли он вообще, вот вопрос. А как ему дали с санчасти в зону уйти? Он ведь не может, как ниндзя, по крышам скакать. С почётом спустился, как подобает. Дядя, дядя его выпустил в зону, конечно же, дядя. Красиво. А зачем? Так он его руками хер всей имомовской братве преподнёс. Всех ведь ёбнули, начиная с ситы и включая некоторых барачных. А теперь в Ташкенте скажут, что это у них там за заместитель по режимно-оперативной, если его самого голубчика в зону не пускают. И нахер он там нужен такой спрашивается? Да, сейчас закончат друг с другом и до нас доберутся. Как пить дать? Не ссы, Бибик. Посмотрим ещё. Пусть приходят. Первые десятки черепки покрошим нахер. Может очнуться сразу. Меня другое волнует. Раз они требования выдвинули не пускать в зону имомово, значит, это операция нашего отдела. И какая же, бляха, красивая операция. Кто единственный подходящий кандидат на должность нового замнача? А? Толстожопый начальник режима Турсунов? Хуешки. Дядя. Вот единственный и неповторимый кандидат. Вот это я понимаю оборот. Какой же он у нас крутой. Дармо, что худой, как Феликс. Огонь. Вот же мы подзажгём, если худой станет зампарором. Не по-детски. Ага. Положенцем он тебя сразу поставит. Вот у тебя и лепень он, шёлковый. Как ходили, так и будем ходить. Всё равно в жилой будет рулить братва. Зона-то останется чёрной. Геополитика, дурик. А разведчики? Разведчики, они до самой смерти даже ордена открыто носить не могут. Так-то? Одного я, мужики, понять не могу. Как Бурят тогда подписался с дядей в тандеме всё это замутить? Он же ведь замминистра самого нахер послал. А тут вдруг с наманганским начоперчасти, вась-вась. Ведь не стукач, Бурят, железобетон, а не стукач. Вот тут уж бог его знает. Может, поблажки какие для мужичья выбить через это. А может, и к нему худой ключик подобрал. Талант, дядя у нас. Талант. Мы долго обсуждаем эту тему и смотрим вниз. Смотрим с новой надеждой. В зоне бушует настоящая революция. Народ ликует. В очередной раз большинство верит, что от перемены власти всё изменится и улучшится их жизнь. Гуще станет баланда. Обходительнее менты. Справедливей братва. Теперь всё будет иначе. Бедные люди. Всё будет, как и было тысячу лет назад. Поменялся только царь. Вашими руками опять кто-то ловко тянет из огня каштаны. На работу никого не выпустили. Но это понятное дело. Выскочить с промки в миллион раз легче, чем с жилой. Поэтому там и контингент проверенный работает. Каждый месяц бригадир подаёт списки, а я заверяю пофамильно в оперчасти. В этот момент я могу брякнуть одно только слово, и человек останется в жилой до дня своего освобождения. Прошли годы, пока я полностью оценил силу бектазого наследства. Братва, между тем, раздаёт вёдрами чефир. Дешёвый грузинский чай плавает в чёрных водоворотах папской цусимы. А нашу тоже раздавали уже пару раз. По пятачку на троих. Мечты всего прогрессивного человечества, наконец, сбылись. Все прутся. Великая революция, о которой так долго говорили большевики. Ну, теперь заживём. Всеобщая голодовка продолжается уже сутки. Однако бурят смягчился под вечер. Можно есть, но только не хозяйскую жрачку. Запасы, консервы, сухари – всё канает, кроме баланды. И чефир. Чефир, чефир, чефир. Шампанское папской революции. Звоню каждые две недели. Как договорились. Последние пару дней уже считаю по часам. Жду этого звонка, разговора. Готовлюсь к нему. Репетирую даже перед зеркалом. Будто не по телефону станем говорить, а встретимся. Всё время про себя. Разговариваю с тобой. Хвастаюсь, жалуюсь, скучаю. Очень скучаю. Иногда? Да какое там иногда? Каждую секунду я хочу говорить с тобой. Мне так одиноко без тебя. Кажется, только твоё присутствие поставит всё на положенные места. Иногда мелькает мысль о чём-то очень важном, и мне приходится её записывать. Но чтобы не забыть до следующего сеанса связи, донести до тебя. Вероника. Мы говорим по два, два с половиной иногда часа. Трубка телефона становится горячей, скользкой. Хрящ правого уха тоже размикает, и ухо превращается в тряпку. Нет ничего прекраснее общения между мужчиной и женщиной, если есть притяжение и любовь. С этим может сравниться только танец. Как говорят, it takes two to tango. Для танго нужна пара. Без этой пары нельзя никак. Даже самый высочайший уровень самодостаточности несёт в себе разрушительную тоску о партнёре. Долгие, долгие телефонные разговоры, как и виртуальные романы наших с вами дней, они могут быть очень горячи. Они могут кипеть. Они могут бурлить вулканом. Вся беда в том, что ни вулкан, ни кипение страсти, ни эмоциональные американские горки не могут длиться вечно. Особенно, если между вами расстояние в тысячи километров провода. Когда ты на пике, тебе кажется, это навсегда. Это в вечности. Это и есть жизнь. Но с годами, покипев это иной раз до крайней точки, до сбрасывания крышки бурливым неугомонным потоком, постигаешь. Это всего лишь короткие моменты. Очень короткие. Ничтожно короткие. И надо полностью им отдаваться, потому что скоро все пройдет. Потому что это доли, доли и секунды. Останется только легкой накипью, немного горькая ностальгия. Ностальгия по прошлому, которой не вернут ни за какие деньги. Наша любовь. Такая горячая, когда за любимую хочется грабить банки, стрелять из пистолета, скрываться от ментов. Эта любовь тает у меня на глазах. Я вижу это и ничего не могу поделать. Апатия работает как обезболивающее или антидепрессант. Теперь мы разговариваем часа полтора. Потом час. Потом легко уменьшаемся в полчаса, как старые добрые приятели. Когда-то родные. В другой жизни. Можно сто тысяч раз повторить, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Можно вздыхать и твердить, я так скучаю, так скучаю, так скучаю. Это не реанимирует впадающие в кому чувства. И ты видишь это и ничего не можешь поделать. И лишний раз убеждаешься, какое дерьмо, этот дешевый киносеанс, который мы смотрим из недр головы и называем размытым словом «жизнь». И каждая попытка выскочить из кинозала или хотя бы поменять застрявший поперек горла фильм приводит только к боли, ломке, тюрьме и возврату в свое постылое неудобное кресло. Я с ужасом наблюдаю, как рушится мой мир. Маленькая зацепка, придающая осмысленность всему. Ну, Вероника, женщина, которой так приятно доставлять наслаждение, отдаляется от меня, оставив только пустоту и похмельную тупость. Может быть, плюнуть на все и лететь к ней обратно в Ташкент? Я очень импульсивен. Лучше смерть стоя, чем жизнь на коленях. Импульс движет мной, когда бросаюсь с головой в роман с Вероникой. Импульс движет мной, когда впервые беру у Юры Ханку. Импульс движет мной, когда стреляю дробью в лицо тому рыжему животному с белесом и глазами. Импульс движет мной, когда курочу жестяной сейф моего валютного босса. Сейчас импульса почему-то нет. Перегорело все. Значит, в Ташкент я уже не поеду. Я уже изменил ей не физически, но мысленно. Я возжелал Ленку с работы. Это тоже заставляет меня презирать свою собственную суть. Мое гнилое и похотливое нутро. Теперь у меня нет ни Ленки, ни Вероники. Нет и меня самого. Да, забыл сказать, денег-то тоже нихуя не осталось. Я работаю на автопилоте, потому что боюсь сдохнуть под забором в чужом, жестком, холодном городе. Количество вечерних отверток растет скачкообразными темпами. Но с особенным ужасом я жду воскресенья. Какой жуткий день. Я заставляю себя заснуть снова и снова, лишь бы украсть еще кусочек от бесконечной воскресной пытки. В конце концов, или мочевой пузырь, или тупая головная боль от пересыпа заставляют меня вернуться в реальность. А этот паскудный котенок-багарь тоже никак не приучится срать, где положено. Сейчас накормлю его песком на завтрак. Хотя от этого станет гаже только мне самому. Все прошлое воскресенье я провел в кинотеатре. Прятался в туалете под конец фильма, чтобы остаться халявно на следующий сеанс в другом зале. Кино тоже наркотик. Замена постылой реальности. Просто печень не так разрушает, как копий с гидрой. А в остальном то же самое. Отвертка. Сон. Кинофильмы. Вполне приличные способы забыться. Но я знаю еще более превосходный способ. Вспоминаю о нем все чаще. Мои вены давно зажили. Осталось только несколько мелких белых шрамиков. И память. Память о кайфе. Светлая, добрая память. Похоже, что вечная память. Старый друг лучше новых двух. Я совсем не помню ломку. Зато я очень хорошо помню кайф. Я скучаю. Иногда во сне я пережимаю привычно ногой мой локтевой сгиб, массирую вену и иступленно сжахую в нее иглой. Только вместо прихода я просыпаюсь. Такие сны хуже кошмаров. И хочется сдохнуть все сильнее. Одиночество, странные сны и тоска по игле. Страшная тенденция. Тело уже привыкло жить без наркотика. А вот голова все время к нему возвращается. Надо чем-то занять голову. Чем? Самое лучшее – завести новый роман. Так что гейзер лупила. Только вот с кем? Надо бы повнимательнее осмотреться вокруг. Ну, извини уж, Вероника. Обеты безбрачия я тебе не давал. Покатился я по наклонной. Гуляй и ты, Вероника. Если уж станет не втерпешь. Только так, чтобы я не узнал. Мысль о тебе под чьей-то волосатой грудью с небритыми подмышками и почему-то татуировкой в виде якоря унизительно. У нас совсем кончилась питьевая вода, и сорвиголова булка решил сделать вылазку. Мы с Бибиковым благословляем его в дорогу матом. Уже стемнело, и по зоне объявили отбой. Хотя в нынешние времена это пустая формальность. У узбекского неба ночью блеск и цвет битума. Крыша тоже облита битумом. Мы лежим на теплой крыше и смотрим с Бибиком в битумное небо. Ночь черна. Ну, значит, откинулся он, все путем, едет домой. А ему кенты говорят, пиздец, весь микрорайон твоей Ксюхе уже наклык дал. И че? Ну, и че-че. Берет тогда мужик бритву. Ну, нахуй. Валит ее. Только откинулся и по новой. Ты слушай, заебал. Берет он, значит, бритву и бреется. Ха-ха-ха, джентльмен, блядь, какой, бреется, а? Потухни, мразь. Ну, и че, и че? Бреется он, короче. Погоди, он очко бреет или хер? Ебалу он бреет, конечно. Да, воспитанец. Это у твоего лирического героя не отнять. Какого еще в жопу героя? Вообще не буду ничего рассказывать. Иди нахуй, гондон. Игорь Гореха, ну, со скуки я. Ну, просто сдохну, если не скажешь, что он потом сделал. Принял ванну, начистил до режущего глаза блеска туфли. Долго выбирал подходящий в тон галстук и запонки. Нихера! Он взял эту пену от бритья с волосками со всеми. Ну, с щетиной со своей. Взял и намазал себе нахуй. Ха-ха-ха, намазал нахер пену с волосками. Какой поворот сюжета. Герой-извращенец. А потом он, наверное, долго дрочил, плакал и сжег до утра ее письма. Намазал хер пеной, да. Одел костюм. Купил цветов, ваксы туда-сюда. И к этой Ксюхе прямой канает. Здравствуй, любимая, мол. И чё? И ничего. Выбыл ее, как врага народа. Так отхуярил, что она к утру ноги свести не могла. А через три дня ее в больницу и положили. Вся пиздень снутрях загноилась. Ужас прямо. Волосков он ей туда натолкал. Сечешь. И чё? Вырезали у той шалавы все нутро. Вот так-то. Жуть-то какая, Бибик. Какая право же жуть. Первый раз, первый раз я увидел пирожку в метро. Она впорхнула на Бауманской. У всего вагона к тому времени был землистово цветающий цвет лица. Ну, что поделаешь? Солнышко московское. Позднеосеннее. А у этой шоколадный, студийный загар. Дорогущий вид. Не особо естественный, но по-сумасшедшему сексапильный. Если выйдет на Щелковской, мне повезло. Если выйдет на Щелковской, мне повезло. Вышла. На Щелковской. Только не в мою сторону. Все равно потопал следом. Что б ей задвинуть такое, а? В голове только. А вы не знаете, который час? Девушка, девушка! Простите, ради бога. Ускоряю шаг и невольно спотыкаюсь. Так трудно подобрать размер обуви без Вероники. Она знает про меня больше, чем я сам. Слушаю. Ноль эмоций. Взгляд холодный, отрешенный. Смотрит сквозь меня. Девушка, а вы спешите? Спешу. А вы знаете, я не такой, кто пристает к девушкам на улице. А какой? Хороший. Я хороший. Я тут живу неподалеку. Рада за вас. А вы не хотели бы? Нет. Я не хотела бы. Понимаете, я сам с юга приехал. Из Ташкента. Это в Киргизии? Нет, что вы. В Узбекистане. А какая разница? Да и я вот думаю, теперь никакой уже разницы. Ну вот. Сами и говорите, что никакой. А у меня дома одна вещица есть. Такая травка особенная. Может быть, слышали? Настроение поднимает, если курнуть. Вы хотите угостить меня шмалью? Шмаль любит Артур. Артур? Какой Артур? Мой жених. Я скоро замуж выхожу. Поздравляю. Спасибо. А так я по черной торчу. Извините, я не совсем понимаю московский сленг. По черному торчите. Терьяк. Солома. Химка. Понимаете? Солома маковая? Зачем же так орать? Как у вас с головой? Все в порядке? Нормально. Нормально, шепчу с головой. Вас мне Бог послал. У меня есть жених. Он тоже так говорит. Ой, давайте поскорей, поскорей возьмем соломы, девушка. Я заплачу за дозу и для вас. Заплатите? За меня? Клево. А за Артура? И за Артура. И за такси. Куда нам ехать-то? Быстрее. А зачем на такси тратиться? Лучше возьмем побольше кубатуры. На коширку бы нам. На коширку. На метро и доедем. А вы, случайно, не из милиции? Не, я из Ташкента. Не из милиции. Только никому не говорите, что я из Ташкента. Там, можно сказать, меня потеряли. Ну, помчались же на коширку. Помчались. Булка вернулся с водой, с черствым пайковым хлебом и новостями. За прошедшие сутки наступления черных на всех фронтах. Работают два фонаря на запретке, не переставая. Фонарь – это место, откуда и куда с воли на волю перекидывают груза. Раньше работал только один фонарь, на промке. Сами понимаете, под чьей опекой. Теперь движение поперло по всей жилой. Бурятские кенты с воли работают в зону килограммами. Не пап стал уже, а Амстердам какой-то. Поменяли смотрящего за игрой, за столовой, за изолятором. Короче, почти весь кабинет министров. Бурят отказался от предложения стать положенцем. Хотя всем же ясно, что будущий положенец будет с ним считаться. По всем вопросам внутренней и внешней политики. Теперь новые этапы в зону больше не будут встречать ментовскими люлями. И Момов тоже так и не вошел в зону. Говорят, его вызвали в Гуин, в Ташкент. Возможно, переведут. Вместо него обход по зоне без сопровождения ментов в гордом одиночестве проделал дядя. Но этот факт не может не радовать нас. Скорее всего, худой уже исполняет обязанности. Он у нас гений, дядя наш. Касым уже официально встречался с Бурятом. Бурят отказался подниматься к штабу. И дядя беседовал с ним на плацу у девятого. В толпе мужиков. Спектакли, спектакли. Народ такое любит. Говорят, Касым пошел на все условия ради восстановления нормального режима в зоне. Предполагаю, он и сам утверждал список этих условий. Большая политика. Почти все до единого богатенькие маслопупы пересиживают события в комнатах длительного свидания. Комната свиданий имеет особый статус. Поражает тот факт, что все они зашли на свидание за сутки до Бурятской революции. Откуда они могли узнать? Или совпадение? Мой давнишний друг, библиотекар Дельшот, конечно же, тоже там. Комнаты длительных свиданий отделены от зоны толстенным забором с колючей проволокой наверху. Они защищены, потому что туда на свидание входят гражданские. Гражданские не должны стать заложниками. Комната длительных свиданий – место гораздо более комфортабельное, чтобы пересидеть бунт, чем наша, продуваемая ветром, крыша. Что поделать? У богатых свои причуды. Как же все-таки могло совпасть, что маслокрады узнали о бунте за сутки? События были срежиссированы дядей. Теперь сомнений никаких. Ну, какова роль бурята? Отказываюсь верить, что он дядин агент. Конечно, круто иметь такого агента на нашей стороне. Но тогда какое же все кругом дерьмо, если даже бурят – стукач. Булке плевать на мои сопли. Он – человек действия. Кто куда, а я в сберкассу. Вот его девиз. Олежке Булгакову глубоко насрать на бурята, мужиков и воровскую идею. Ему, по большому счету, насрать и на дядю. Просто Олежка не произносит это вслух. Сейчас у Булгакова созрел план, и он укатывает нас подключиться. Под шумок Булка решил подломить библиотеку господина Дельшода. По моим рассказам и другим фактам, он давно знает о подпольном Дельшот-банке. Сейчас, когда хитровыебанный Дельшот притарился и едет потихонечку на свиданке, а вся зона опьянена победой бурята, самое время порыться в запыленных фолиантах, окунуться в сокровищницу мысли. Война войной, а обед по распорядку. В успехе операции он уверен. Если честно, я твердо знаю, что Булка найдет там хоть что-нибудь, но слазить с крыши я не имею ни малейшего намерения. Остаться со значком наружу, как у ситы ага, не хочется совсем. Может быть, даже хуже. Значок оставят на жопе. Это совсем каменный век. Бибиков разделяет мои опасения. Олежка посылает нас нахер и отправляется потрошить библиотечку в одиночку. Дилинджер херов. На прощание он клянется, что мы увидим только хрен из всех несметных сокровищ, которые он поднимет из нетрдельшотской таинственной библиотеки. Но мы-то понимаем, что это все фуфло. Кроме как с нами, прожрать добычу ему будет совершенно не с кем. Куда иголка, туда и нитка. А пьерошку зовут Ленка. Ленка Пьеро. Загрустные глаза с опущенными вниз уголками. Вторая моя московская знакомая и тоже Ленка. Какое популярное в Москве имя. Еще одно ужасное совпадение. Артур архитектор. Как ингенбей. Все москвички – Лены. И их всех трахают архитекторы. Закон буравчика. Видимо, и пьероху мне не суждено отведать. Артура она явно любит, но еще больше любит Химку. А таким принцессам главное – укол. Ваш хер их абсолютно не интересует. Не теряйте время попусту. Теперь, каждый вечер после работы, мы встречаемся с пьеро на коширке. Она нежно берет меня под руку, и я таю. Приятно ощущать с собой рядом девичье тело. А когда долго ничего не перепадает, вы начинаете чувствовать женский аромат с расстояния в метр. Пенис от этого становится неповоротливо неуклюжим. И сразу портится походка. Коля. Коля живет на третьем этаже хрущобы. А его родственники живут на Украине. Они везут Коле снопы маковой соломки. Растворитель Коля берет оптом в мытищах. Из-за запаха растворителя многие соседи Коли злятся, что у них так долго затянулся ремонт. Я никогда не видел Коли. Я всегда жду пьеро на площадке второго этажа. Слышу только замогильный Колин голос. Коля – это реинкарнация Юры. Только в Москве. У меня появился новый господин. Для прикола сообщу вам, что если вы хоть один раз уже соскакивали, то во второй раз сядете раз в два быстрее. И более основательно. Хотя, может быть, свою роль здесь сыграла и солома, которая после обработки на порядок ближе к героину, чем опий. Жизнь моя нормализуется совершенно. Утром стою. Открываю холодильник морозка и достаю оттуда пару кубов Колиного раствора. Легко, беспроблемно щелкаюсь. Вены превосходно отдохнули в отпуске и снова готовы к работе. Теперь поездка в утреннем московском метро, который в эти часы становится похоже на мусорный конвейер, проходит для организма безболезненно. Перепады Ленкиного настроения на работе тоже не разбивают мне сердце. Не любишь, не надо. Плевать на эмоции, дамочка. Идиотская строительная терминология тоже не так сильно раздражает. Слова типа «пескоструйка» переводятся поэтически легко и доступно для турецких потребителей моего магического дара переводчика. Житуха скользит на всех парусах вперед. К радости и счастью участников. Я теперь знаю, как легко взвинтить себе дозу, и поэтому становлюсь покошачий и осторожен с кубатурой. Но зачем убиваться до полусонных пинаков? Достаточно поддерживать бесперебойный, бодрый пофигизм. Это все, что мне нужно. Не уставать, быть бодрым и не обращать внимания на полную неприспособленность окружающего мира к моему хрупкому, утонченному существованию. Опий дает нам кожу гиппопотама. А с кожей такой толщины, наверное, дожили бы до глубокой старости повесы и бродяги пера Есенин, Маяковский, Химингуэй. Хотя тоже еще вопрос. Высоцкого, например, или Булгакова не спасла и дюймовая морфийная шкура. Похоже, моя московская мечта наконец сбылась. Я живу в Москве. У меня есть ненапряжная работа с бесплатным питанием и чувство уверенности в завтрашнем дне. Одно плохо. Некоторая зависимость от неведомого Коли. Ну, я думаю, таких Коль в Москве много. Не пропаду. Недавно прочел, что в Москве в этом году купили больше Мерседесов 600, чем во всех странах Европы вместе взятых. О-хо-хо, здесь вертится безумное бабло. А оно привлекает и кайф. В количествах, думаю, достаточных, чтобы вообще стереть Европу с лица земли. Москва плещется нынче в бабле, наркотиках и проходимцах гораздо более высокого полета, чем ваш покорный слуга. Булк пропал. Его нет уже несколько часов. На то, чтобы переворошить библиотеку вверх дном, хватило бы, ну, максимум пары. Ну, ладно, часа три. А он не появляется всю ночь. Я уже несколько раз успел заснуть и проснуться, а Булки все нет. Чернота узбекской ночи растворяется в быстро проявляющемся розовом рассвете. Зона тоже, наконец, угомонилась в предутреннем сне. Пойду-ка я его искать. У меня нехорошее предчувствие. Пытаюсь кантануть Бибика. Бесполезно. Скотина спит, как убитый. Я спускаюсь с крыши и крадусь вдоль бараков к админу. Библиотека на самой границе. Смотрю токнами на плац, где я обычно провожу развод. Вернее, проводил. Кажется, с последнего развода прошло лет двести, а не сутки. Три мушкетера кончились. Теперь вот, двадцать лет спустя. Какой бред. Мысли в голове не соответствуют поведению моего тела. От адреналина тело напряжено и готово к взрыву энергии. Я готов одним импульсом рвануть вперед, как кролик. В спасительный админ и к зданию штаба. В нас живут лесные инстинкты. Они хорошо проявляются, такие вот пограничные моменты. Я слышу и вижу на сотни метров. Я улавливаю малейшие оттенки запаха. Я чувствую телом колебания воздуха. Я крадусь. Не зря у этого слова один корень с «красть». Я краду самого себя и свою задницу. Булки нигде не видно. Когда я дохожу до границы с админом, там сидят три сонных воська. Блатные гвардейцы. Охраняют админ. Делаю шаг им навстречу. Еще один. План пока не созрел, но я доверяю своему телу и мозгу, работающим сейчас в режиме овердрайв. Из-за поворота со стороны штаба вдруг беззвучно появляется фигура в камуфляже. Форма его настолько непривычна на вид, что он напоминает робокопа. За первым роботом-полицейским возникает еще один. Затем еще, 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 как в немом кинофильме. Урфин Джуз и его деревянные солдаты. Воськи даже не успевают встать с корточек и поставить на землю кружку с чифом. Она, и только она, нарушает тишину, покатившись с оглушительным грохотом по плацу. Миг, и воськи уже мешками лежат лицом вниз на прохладном утреннем асфальте. Их неестественные позы меня веселят. С чувством огромного облегчения я устремляюсь навстречу освободителям. Я свой, я свой, я козел. Не стреляйте, братья. До робокопов остается еще пара метров, когда вдруг что-то лупит меня шаровой молнией в основании шеи, и везде сразу становится темно. Официально объявляю тот день самым черным днем моей несчастной жизни. Событие, которое имело место быть с молниеносной скоростью, пристроило меня в жизни на многие годы вперед. В эти годы я не платил ни за квартиру, ни за свет, ни за газ. Я был обут, одет и обкурен. Проблема была в основном, как убить время. Иногда я с ужасом вспоминаю эти годы, а иногда с нежностью. Пьеро заявила, что у Коли сегодня порожняк. Сказала, что ее это страшно достало, и вообще пора завязывать с ежедневным самоубийством. Она, мол, еще хочет стать матерью. Меня немного возбудило ее желание, ведь тут я как раз мог бы ей пригодиться. Но вслух я этого не сказал, а просто согласился. Я тоже хочу кого-нибудь сделать матерью. Но не сегодня. Сегодня обязательно надо вмазаться. В последний раз. Окей? Да слезу. Переломаюсь. Не впервой. Опыт такой работы имеется, товарищи. Сейчас мы едем на автозаводскую. На пирожке вязанный черный беретик и короткая замшевая юбка. Ее черные колготки сводят меня с ума. Каждый раз, когда появляется возможность, я малодушно трусь о пирожкины сочные ягодицы. Благо, вагон метро переполнен москвичами и гостями столицы. Артур тоже рыщет где-то по барыжным адресам. Мы долго шарахаемся по прилегающему к метро микрорайону. Ищем дом и подъезд. На улице агрессивная температура. Побочные эффекты Москвы. Я так замерз, что ссу прямо в подъезде у мусоропровода. Страшно ссать и осознавать, что тебя вот-вот спалят. Вот хрен с ним. Не так страшно, если спалят с наркотиком. А вот если с этим непотребством. Ну, просто стыдно. Чтобы не шуметь, я ссу прямо в мусоропровод. Но звук получается такой, что заглушил бы Ниагарский водопад. Передвигаю струю на пол, и все дело кончается тем, что струя срывается и летит вниз до самого центра земли. Тут же, к своему ужасу слышу, что Ленка начала дробный спуск с верхнего этажа. Короткая борьба, и вот мой орган уже втиснут обратно домой, ободравшись о молнию турецких левайсов. В отместку хуй извергает на меня целый литр уютно-горячей мочи. Он у меня такой, немного. Себе на уме. А пирожка вернулась порожняком. Вот-вот расплачется. Теперь вся надежда на Артура. Как у него пошли дела, мы не узнаем, пока не доберемся домой, до Тульской. Там они снимают конуру. А мобильные телефоны в те стародавние времена, внучек, были размером с мобильные телевизоры. К тому времени, когда мы дотопали от Даниловского рынка до коммуналки, я совершенно задубел. Коренная москвичка Пьеро тоже слегка посинела в своей юбчонке. А я бедовая девчонка. Поет. Значит, еще не все потеряно. Оказавшись в тепле, от радости забыли уже о маячившем на горизонте кумаре. Артура еще нет, и это вселяет надежду. Может, привезет лекарство, а? Мы с Пьерошей прилипли к огромной чугунной батарее старинной коммуналки. Жар от батареи и близость наших тел вдруг входит в унисон, и я ловлю ее взгляд. Хотя, может быть, мне и показалось. Так давно не был с женщиной несколько месяцев. Проституток по-часовых не считаю. Я совсем потерял форму и забыл правила этой вечной игры. Так она посмотрела или посмотрела? В этих дурацких сомнениях теряю драгоценные пять минут. Спасает Ленка. Я так вымерзла. Не сделаешь мне массаж? Ага, конечно, с радостью. Господи, как прекрасно, что кто-то выдумал массаж. Массаж довольно неплавно переходит в жаркие и долгие поцелуи. На пирожке остались только колготы и бюстгальтер. Он цвета кофе с молоком. Значит, она не планировала сегодня раздеваться перед новым мужчиной, иначе бы подобрала цвет колготам. Ой, какие же вы, девчонки, красивые в одних колготках. Я целую сквозь них прямо туда. Как же приятно подниматься поцелуями от самого низа ее плоского живота до узких жадных губ. Ее телосложение похоже на Вероникина, но у Пьеро непередаваемо красивый оттенок кожи. Думаю, от злоупотребления соломой. Мы так горячо друг друга тискаем, что напрочь забываем о существовании Артура, который уже топает в комнате по коридору коммунальной квартиры. У нас остаются последние несколько секунд, пока он курочит входной замок. Пьероша натягивает одеяло до подбородка, а я отбегаю и отворачиваюсь к окну. Если Артур увидит размеры моего рвущего левайса херно, он все равно поймет. Хотя, думаю, как и любой другой мужик, он давно и так все понял и молчит лишь из-за того, что я стабильно проплачиваю его дозу. Достал? Нашел? Где ты был? Почему так долго? Я уже сдыхаю, видишь? Ленка сходу атакует в лоб. Достал. Ну, не совсем то. Я у паркетчика был, ребята. Артур! Мы же договорились, столько нету дрянь. Ты же обещал, матерью клялся и мне привез. Мне-то прихватил? Конечно, привез, всем привез. Скотина, сволочь! Сколько привез-то? Куб. Артур быстро меряет комнатенку шагами и мнет в руках свой старый клетчатый шарф. А с этим что делать? Кивает в сторону окна, где замираю от радости забытый всеми я. Да-да, как же со мной? Я тоже требую лечения. Вам хватит на двоих, по пять точек. Оу-е-е, вам точно хватит. Пять точек, Артур? Здесь что, детский сад? Ни ей, ни мне, ни голове, ни жопе. Пять точек. Трудно было взять побольше? Эй, успокойся, друг, это винт. Винт, понимаешь? Винт, шпунт, какая разница? Неужели какие-то пять точек в состоянии изменить хоть что-то в этом грустном мире? Эти пять точек в состоянии изменить всю твою жизнь. Я совершаю великий грех тем, что предлагаю их тебе. Заткнись, Артур. Нахрен, кому нужна твоя патетика? Вколешь мне? Ленка уже успела выскользнуть из-под одеяла и застегивает домашний фланелевый халатик. Предисловие Артура меня окончательно заинтриговало. Поэтому, когда он заканчивает спьеро и приступает с машинкой ко мне, я весь трясусь мелкой дрожью. Для первого раза рекомендую, закрой глаза и ляг на пол. Ощущения неповторимые. Да не устраивай ты мне детский сад, я что, на идиота похож? С пяти точек сейчас в космос улечу, ага. Ну, как хочешь. Он ловко врубается в поток моей рабочей вены, слегонца контролирует и мгновенно вгоняет мне эти несчастные пять точек раствора, похожие на воду. И нихуя. Нихуя. Ну, как, собственно, я и полагал. От опиатов эффект начинает чувствоваться мгновенно. Еще даже машинку не успеешь вытащить. Винджа сперва принюхивается к вам. Он любит сюрприз. Он любит салют. Видимо, стоило послушать Артура и прилечь, закрыв глаза. Может быть, тогда бы я хоть что-нибудь почувствовал. Продолжаю прислушиваться к своему телу. И в этот момент вошедший в меня жидкий бес решает заявить о себе вслух. Представьте себе всю сеть кровеносных сосудов, которыми нашпиговано ваше тело. От огромной аорты до самых мельчайших сосудиков в кончиках пальцев. Вся моя кровь одновременно и везде вдруг взыграла шампанским, но не пенным, безумно рвущимся из бутылки, а полуспокойным, искристым, в бокале, когда пузырьки подплывают к поверхности и вдруг выстреливают вверх маленькими колючими фонтанчиками. Эти искристые фонтанчики вдруг вдарили в мою кровь по всему телу и это сверхчеловеческое ощущение длилось долгие 5-7 секунд. Эти 5 секунд потрясли мир. Все, что я знал до этого, оказалось говном. Мне открылось великое откровение, мне открылась истина, мне открылся Бог. В комнате стало светло и тепло, как в Ялте в яркий солнечный день. Когда пузырьки наконец угомонились, я вдруг понял, что переродилось все мое тело. Каждая клеточка обновилась, омолодилась, ободрилась чрезвычайно и наполнилась невыносимым счастьем. Я стал прыгать по комнате, мне казалось, я легко допрыгну до потолка. Я быстр, я настолько молниеносен, что мне кажется, вижу, как движутся молекулы и атомы воздуха, я быстрее их, я самосовершенство. После десяти прыжков по настоятельной просьбе ошалело наблюдающих за мной хозяев комнаты, я наконец остановился. Даже не запыхался, как трехлетний ребенок, все тело звенит от радостной сильной светлой энергии с каким-то легким эротическим оттенком. Я так люблю пирожку, я так люблю ее, я так сильно люблю весь этот волшебный мир, он же мой мир, а я его главная часть, мне так хорошо от этого знания. Я глянул на пирожку, вспомнил о том, что было в комнате до появления винта и дал себе слово притащить ее к себе домой, завтра же. Я излюблю, изласкаю ее до потери пульса. Ночь пролетела как одна секунда, домой я, конечно, не поехал, терять таких фантастических, классных собеседников, которые говорят так же, как ты, обгоняющими и запрыгивающими друг на друга словами. Нет уж, часто вмазавшись винтом, люди в одном помещении как будто сливаются в единую массу, понимающую и ощущающую самое себя. Всю ночь я меряю комнату шагами и выпытываю у Артура, как варить винт. И что это вообще такое? Процедура, судя по всему, сложное. Но самое главное, что я для себя открыл, этот божественный сказочный винт я смогу варить сам. Но учусь и сварю я способный. Все компоненты продаются. По словам Артура, прямо на Лубянской площади, через дорогу от главной конторы КГБ. Ну, не знаю, как оно сейчас там называется на тот период времени. Суд-то не в вывески. Если я смогу сварить винт сам, я не буду нуждаться ни в Юре, ни в Коле, ни в Артуре, и даже не в Пьеро. Я буду сам заказывать музыку вот так. Как чудесно изменилась жизнь. Наука, брат. Ого, а уже на работу пора. А я свеж и бодр, как будто вернулся из отпуска. Поправляю галстук, плескаю в лицо водой. Готов? Ленка настаивает, чтобы я выпил какое-то снотворное. Она считает, что моя нижняя челюсть ведет себя неадекватно. Действительно, нижняя челюсть танцует какой-то безумной пляской. Соник успокоит челюсть, а тебя в сон клонить не будет еще часов десять. Не переживай. Я звоню с работы Стасу. Месяц назад умер кто-то из его питерской родни. И вот уже целую неделю Стас, безумный художник и ёбр всего живого, мой сосед по России. Ему не пришлось воровать сейф, чтобы переехать на родину. В Россиюшку. Все же Питер ближе, чем Ташкент. Стаска, я соскучился. Я приеду, а лучше ты ко мне. Мы ведь вместе пробовали хандрос. Он должен, он просто обязан отведать теперь винта. Куплю все компоненты, Артур наварит у своего паркетчика и убьемся. Только теперь я уже влуплю целый куб. А то и полтора. Если меня так с пяти точек проняло, что будет с куба? Рай. Кольце, рабочий день уже закончился. А чё ж я тут сижу? На Лубянку! За компонентами! Туча Имамов добрался таки до Алматова. Генерал-лейтенанта, министра внутренних дел республики Узбекистан. Закир Алматов из преданной президенту самаркандской команды. Беспорядков не терпит. А ещё больше он не терпит, когда в дела его ведомства лезет другое, то, которое вечно прикрывается интересами национальной безопасности и в котором слишком уж много хитрых, продажных и ленивых ташкенцев. Как только удалось выяснить, что приказ этапировать Бурята в Папскую зону поступил непосредственно из недр ташкентского СНБ, генерал Алматов, большой любитель рядиться в снежно-белые мундиры с новой узбекской символикой, отдал два приказа. Штурмовать учреждение силами наманганского ОМОНа и немедленно доставить на ковёр взорвавшегося в конец подполковника Умарова КК нашего дядю. Зона за двое суток беспредельной свободы. Вломили практически всем. Абсолютно. От барачных до последней петушни. Наманганскому ОМОНу плевать на дипломатию и институты стукачей. Вооружённые какими-то особыми белыми дубинками, ОМОНовцы избивали всех без разбора. Крепко били. До сих пор помню их выверенные, чёткие удары. От них нигде невозможно было спрятаться. В бараках робокопы перебили всю посуду, телевизоры и зарвали матрасы и простыни. Всё, что можно было высыпать, разбить, растоптать и зарвать, было вытряхнуто, раздолбано, истоптано и развеяно по ветру. Погром длился несколько страшных часов. Так, наверное, эсэсовцы долбили варшавское гетто. К вечеру под занавес в зоне появился ИМОМов. Он вальяжно прошёлся по всему периметру. Один заглянул каждому в глаза, торжественно и гордо. Он не вымолвил ни слова. Молчал. Всё говорил его взгляд. Он был царь, бог и само государство. И он победил. Бурята мы больше никогда не увидели. Его инвалидная коляска, искорёженная и согнутая так, как будто по ней проехал танк, целых десять дней стояла рядом с рубкой ДПНК, чтобы все видели. Эта коляска стала символом, памятником поверженного павского восстания. Однозначно самого крупного ЧП за всю мою не самую короткую отсидку. Ходили слухи, будто бурята раскрутили по двум статьям за папскую смуту. Также говорили, что он приезжал по решению братвинского сходника, чтобы казнить запустившего лапу в общак Сеты-Ага. Если так, то он изначально знал, что восстание обречено и его раскрутят. И чтобы ничего не помешало его миссии, вошёл во временный союз с дядей. Хотя с каждым днём появляются всё новые и новые версии событий, но истинную правду о любой революции или перевороте, удавшегося или неудавшегося, всегда знают немногие, а в нашем случае только трое. Бурят, дядя и крышевавший дядю офицер из Ташкентского СНБ. Самого же худого Касыма не уволили, даже не перевели в другое учреждение. Просто поменяли должность. Они не смогли доказать его причастность к большой катке и единственное, что ему предъявили, халатное отношение к дежурству, так как беспорядки вспыхнули именно в его смену. Поэтому и наказывать сильно не стали. Просто назначили начальником спецчасти, а для человека дядиного масштаба это была могила. После тотального контроля над жизнью зоны и львинной доли её теневой экономики он стал стеречь архив с личными делами ЗК и вычислять сколько кому осталось срока без права захода на жилую зону. Это был конец. Но самая поганая новость была в том, что за 40 минут до начала штурма зоны ОМОНом позади библиотеки кто-то подрезал булку. Его схватили сзади рукой за горло и вогнали заточку в левую почку. Наверное, ту самую заточку, которую я вынес в зону для негодяя дончика. Будь оно все проклято. Я вынес нож, которым зарезали моего друга. Пусть в зоне нет настоящих друзей, пусть он был стукач и мразь, как и я, впрочем. Все равно я ненавижу тех, кто сунул ему в спину штыря. Зона то тогда была воровской, по-настоящему воровской. Даже эти твари повелись глянуть ему в лицо, в спину. Если мне подвернется возможность сделать гадость блатным, я ее обязательно сделаю. Давить их буду при каждой возможности, пока они не вгонят заточку в меня или не передохнут сами. Олежка Булгаков, удивленно хлопая глазами, сам дотопал до санчасти, оставляя неровную цепочку кровяных клякс на асфальте. Его вывезли в районную больницу за час до начала штурма. Больше о нем я никогда ничего не слышал. События теперь приобрели сверхсветовую скорость по дороге с работы на правах эксперимента я взлетаю вверх по движущемуся вниз эскалатору и хоть бы пот прошиб, ни капли, свеж и бодр. Хватаю два фанфуля салутана на Лубянской площади, это же сокровище, 14 кубов винта можно сделать и в следующую секунду я уже ломлюсь в Артурову дверь на Тульской. Винт это машина времени. Ты что, совсем офонарел? Нет, нет, это еще раз нет, нельзя. Артур, не крути задницей, половина паркетчику, половина-половина тебе, согласен, а? Ты сдохнуть захотел, пожалуйста, только без меня, ладно? Ты ведь до сих пор кайфуешь, пойми, куда тебе еще? После того броска организм будет восстанавливаться минимум неделю, если не две. Вот представь теперь, сегодня мы врежемся, это значит еще на сутки уйдем с орбиты, еще сутки, ничего не жрать, не спать, а знаешь, какой будет отходняк, людей с петли вытаскивали, с петли, депрессняк будет такой, что жить не захочешь, успокойся, хорошо? Спрячь салют, через десять дней замутим, обязательно. Артурик, я уже и Стаса пригласил, Стас из Питера приедет. Ты еще и его хочешь подсадить, господи, что же я наделал, прости меня, грешного. Да не ерничай ты. Убирайся вон отсюда, слышишь, вон, ни каплю теперь через меня не получишь, понял? Иди нахер, скотина! Погоди, погоди, послушай, через несколько часов у тебя начнется отходняк. Вот, возьми колеса сонники, запей их пивом. Ты должен поспать. Почти сутки твой мозг перло винтом. Он не нуждался в допамине, и твой организм его и не вырабатывал. Сейчас ему понадобится несколько часов, чтобы восстановить производство. Эти несколько часов тебе покажутся кошмаром. Все будет ужасно, и, вероятно, ты захочешь покончить с собой. Депрессия наступит страшнейшая. Это нормально. Это не твоя жизнь зашла в тупик, и тебя никто не любит. Это просто отходняк. Дисбаланс химический, и все. Это пройдет, как только наладится баланс нужных веществ в мозгу. Нужно покушать и поспать. Постарайся уснуть и не делай глупостей. Хорошо? До свидания. Насчет отходника Артур был прав отчасти. До легкости с тела выскочил, и ее заменил свинец. Но вешаться мне не захотелось. Просто из-за Артура было обосрано настроение. Но завтра-то приезжал Стас, а у меня было две банки салюта. Ближайшие сутки обещали быть фантастически интересными. Новым начальником оперчасти назначен кирзовый сапог Вали Джон. Они выбрали самого тупого из всех дядиных оперов и назначили на такую должность. С ним просто невозможно разговаривать. С ним невозможно работать. Это надо себя не уважать. Я вот лично не прощаю людям три вещи. Высокомерность, жадность и тупость. Вали Джон сплошь состоит из этих замечательных качеств. А на оперативной работе они просто опасны для агентуры. Я думаю, Имомов выбрал Вали Джона именно за тупость. Уж он точно не сможет спланировать и организовать государственный переворот. Созданная под дядиным руководством тонкая структура работает как никогда четко. Просто ни информация, ни заработанное бабло теперь не поступают в штаб. А это значит, и крыши у нас больше нет. Мы вне закона. Мы с понимаем, что это все временно, и что штырь медленно подкрадывается и к нашей жопе, и к созданному бизнесу. Поэтому живем сейчас одним днем. Закат Римской империи. Вандалы уже лупят тараном ворота нашего рукотворного резинового города солнца. Очень трудно представить мир без дяди. Все скоро рухнет. И, скорее всего, похоронят под остатками нас. Может быть, Булке даже повезло, что он так быстро вышел из игры. Ну, Артур, конечно же, отказался сварить нам винт. Мы стоим со Стасом на Лубянке и ищем варщика-добровольца. У нас есть все. Нужен только маэстро. И он вскоре появляется с командой из пяти доходяк. Его зовут Толян. В винтовой общине известен как Трубач. Мы едем в Новогиреево. Они собирали толпой копейки на один салутан, а у меня их было целых два. В квартире у Натахи собралось человек пятнадцать. Трубач сразу бодро берется за дело, а Стас берется за гитару. Он хочет сочинить песню, посвященную Танюшке. Он все еще ее любит. Как и я. Все еще люблю Веронику. Я сажусь в ногах Трубача и беру свой первый урок винтоварки. Каждый жест мессира кажется магическим. Вы надолго здесь? Это спрашивает тощий блондинистый паренек, которого все зовут немец. Да нет. Как сварим, заберем свою доляну и отчалим. С этой квартиры никто никогда быстро не отчаливал. Немец нервно смеется. У него плохие зубы и смрадное дыхание. Где ты, милая, где ты? Ответь мне, где ты? И так уже восемь часов подряд. Стас двинулся винтом, и ему кажется, что он написал гениальную песню. На самом деле, он окончательно заморочился, повторяя один и тот же аккорд и подвывая «Где ты, милая, где ты?» Хотя нам всем очень нравится его слушать. Мы все любим Стаса и его песню и весь мир. Пошли третьи сутки новогиреевского марафона. Я отпросился с работы. Все время к Трубачу приходят разные люди и просят сварить винт. Днем и ночью, которые у нас давно перемешались. Мы не спим третьи сутки. Столько же не едим. Воду пьем изредка, но помногу. Уже давно кончились кубы, которые мы спонсировали со Стасом, но Трубач не гонит нас. Он стремится передать мне знания, чтобы сделать из меня подмастерье. Меня это очень устраивает. Знаете, люди стремятся создать семью, подняться по карьерной лестнице или переехать на ПМЖ в страны Бенилюкса. Мне это все не нужно нахрен, когда есть винт. Мы двигаемся каждые три-четыре часа. Вены на правой руке почти все уже исчезли. Этот винт сжигает их раз в сто быстрее, чем опий. Но каков приходец. На шестые сутки марафона кто-то сдает хату местному участковому. Пока менты ломают дверь и скачут по кускам, отлавливая разбегающихся адептов винта, я, Трубач, Натаха и Стас спускаемся через шахту в подвал. С нами ценный груз, аптечка, мобильная лаборатория Трубача. Стас вынужден ехать назад в Питер, там какие-то заморочки с оформлением наследства. Обещает вернуться в конце недели. На самом деле это спасает ему жизнь. Я поселяю у себя Трубача и Натаху. Во-первых, нужно окончить курс винтоварки. Во-вторых, у меня есть гарантированные шансы переспать с Натахой. Мы движемся с такой скоростью, что, кажется, весь остальной мир застыл. Все, у Бибика сдают нервы. За каждым его шагом столовой следят. Его должны хлопнуть в любую минуту. Пирожки печь и работать с его молодыми трубочистами Бибик бросил. Он в Депре. Он ищет выход. Я на Таштюрму заяву накатал. Поедешь со мной? Это значит, Бибик написал заявление о переводе в спецподвал Таштюрмы на сеткой в камеру. Срок у него впереди еще семерик. Минимум. Несмотря на все вольготные условия, через два года в спецподвале он начнет харкать кровью. Туберкулез любит тюремные подвалы. Я желаю Бибику счастливого пути. Скучать без него сильно я не стану. Да, имейте в виду, когда вас посадят, а в нашей стране я именно бы так поставил вопрос. Так вот, когда вас посадят и вы окажетесь в маленькой камере в подвале, где будут еще два-три человека, один из них это Бибик. Скорее всего самый горластый и блатной. Если же вас кинут в огромную хату человек на сто, все равно не щелкайте еблом. Бибик, скорее всего, смотрящий за хатой. Говорите о чем угодно, но не о своей делюге. И ничего не бойтесь. Все так же, как на свободе. Масштабы только помельче. Вы не пропадете, я уверен. Я увольняюсь с работы. На 12-е сутки марафона работа становится бессмысленным занятием. На весь полученный расчет я покупаю солутан, реактивы, поливитамины и йогурт. Йогурт хорош по гулкому винтовому сушнику. Я без пяти минут варщик. Поздравьте меня. Готовлю практически уже сам под наблюдением трубача. У нас теперь своя точка на Лубянке. Я принимаю там пионеров, и мы варим винт на их деньги. Мы даруем миру счастье. Натаху никак не застану одну. Искры так и пробегают между нами. Но ни ей, ни мне не хочется обижать трубача. Вмазавшись, они уходят в ванну и трахаются там в воде. От криков и стонов Натахи я дрочу в комнате, как одержимый бесами. Где-то на девятнадцатые сутки непрерывного марафона во время эксперимента с целью изготовления революционно нового винта я случайно передозируюсь и вижу Бога. Бог настоятельно рекомендует Питербург это от лукавого, все время твердит Бог. Став с прихода и не прощаясь с Натахой и трубачом, я уезжаю в Питер. Мне нужно соскочить. Кажется, с головой происходит что-то неладное. Теперь, оставшись без винта, голова совсем отказывается работать. Спрыгнуть с винта оказывается в миллион раз тяжелее, чем с опиума. Нужно, чтобы вас привязали к кровати и закрыли на амбарный замок. Иначе вы достанете винт и вхуячитесь. В Питере я сразу втридорого беру дешевенький винт на климате. Зачем мне ковеный винт? Я ученик великого трубача. Просто надо было отобрать у трубача аптечку. Возвращаюсь в Москву. Всю дорогу в поезде пытаюсь сходить в туалет. Я не ел толком более двадцати дней и теперь потерял способность срать. Когда я смываю воду в унитазе, она еще долго, долго, с полчаса журчит у меня в ушах. Намного позже узнал, что это и есть звуковые галлюцинации. Неожиданно в моей квартире на Щелковской новые замки. Траханье в ванной довело до того, что голубки затопили весь подъезд до первого этажа. Приехавшие хозяева, не обнаружив меня, выдворили Натаху с трубачом на улицу. Они же до тех пор, пока не заплачу за ремонт всего подъезда. Какие мелочные, ничтожные людишки. В Новогиреево тоже не удается обнаружить трубача с Натахой. Я будто бы потерял родных. Особенно я скучаю по Натахе. Красивая стерва. Переночевав на крыше дома немца, я ворую его аптечку. Вот. Теперь у меня есть своя лаборатория. Заслуженная. Салутан найдем в Ташкенте. Да-да, ребята. Я возвращаюсь в Ташкент. Я буду первым, кто сварит ташкентский винт. У меня будут свои ученики, своя школа. За мной пойдут. Я адепт винта, и я должен передать великое учение людям. Поэтому я и не умер от передоза на щелчке. Это святая, божественная миссия, и никто, ни один человек или злой дух меня не остановит. Самое главное, чтобы вернулась способность срать. Этот бесконечный запор уже начинает угнетать. Когда зона реально становится размером со спичечный коробок, и я понимаю, что моей карьере стукача и подпольного цеховика пришел полный пиздец, президент Узбекистана подписывает указ об амнистии. Меня переводят на поселение. Через 21 день после указа вместе с остальными 42 счастливцами меня переводят в пересыльную тюрьму, ждать перевода в колонию-поселение. Когда воронок выезжает из папских ворот, за которыми я прожил еще одну из своих многочисленных жизней, сидящий рядом со мной Узбек делает руками жест, будто умывает лицо и произносит «Аллаху Акбар!» Вот уже трое суток живу в Домодедове. Жду рей с тетей Марины. Благодатный винт покинул мое тело и теперь я все время сплю. Попытки срать давно оставил как тщетные. Скорей бы в Ташкент. У меня в рюкзачке англо-русский словарь, бахагават-гита и набор для варки винта. На четвертые сутки отсыпания и отъедания у моей бабушки в ее маленькую квартирку наносят визит сотрудники уголовного розыска из Мирабадского РОВД. У них ко мне много, много вопросов. А я, я так сильно хочу спать. Когда-нибудь в этой жизни я высплюсь наконец. Они ищут какие-то деньги. Глупцы, ибо не ведают, что творят. На коробочку с освященными Кришной магическими атрибутами они не обращают никакого внимания. Собирай щемотка, щурик, улыбаясь, басит один из них. Тюрма поедешь теперь, да? Не думаю, что я был особо хорошим человеком до отсидки, но после отсидки я стал во много, много раз хуже. А тогда, в тот солнечный светлый день, я просто сел в узкий шкафчик, который приделывают сзади к ментовским козликам, и покатил. Покатил навстречу Алишеру, Булке, Бибику и пятому прокуратору иудеи, всаднику, Понтью, Пилату. Конец. Школа стукачей, Винсент Килбастер, редакция 2023 года, читал автор. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok